Здравствуйте! Это программа «Главная тема». Меня зовут Гия Саралидзе. Как всегда по средам мы встречаемся с главой Одинсовского района Андреем Ивановым. Андрей Робертович, здравствуйте. Добрый вечер. И как мы обещали неделю назад, будем сегодня говорить о ЖКХ. Я думаю, что основное время нашего сегодняшнего получасового разговора займет, конечно, вся история с мусором. И с его вывозом, сортировкой и так далее. Потому что это очень болезненная тема. Я посмотрел и группы различные, которые пишут в Одинсовском районе люди, что об этом говорят. И понятно, что тема наболела, и поэтому мы сегодня с вами поговорим. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, пару слов буквально. Я просто от себя хочу сказать, как журналист, потому что увидел некие обвинения в наш адрес, ну и в мой, как журналист, я так понимаю, я принимаю это на себя, в том, что это не прямые эфиры. Говорят, что даже какой-то кандидат в депутаты об этом сказал. Я не кандидат, тем более не в депутаты. Я журналист. Но если я в начале программы говорю, что это прямой эфир, значит это прямой эфир. Семь дней в неделю на федеральных радиостанциях и телеканалах я участвую в прямых эфирах. И никогда никому не врал и не собираюсь этого начинать делать. Если господин кандидат в депутаты не верит в это, он ровно через полчаса может подъехать сюда, к администрации Одинсовского района, и мы с ним можем на эту тему поговорить. А теперь все-таки к нашей теме основной. С 1 января, если я не ошибаюсь, в Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. Зашел региональный оператор. Мы с вами немного говорили в предыдущих программах об этом. Он отвечает, я так понимаю, за все. И за вывоз, и за сортировку, за утилизацию, за обезвреживание и так далее. То есть, это серьезные обязательства он на себя взял. Какие действия сейчас предпринимает муниципалитет со своей стороны в той ситуации, которая сложилась? Потому что, как я понимаю, не все так пока гладко с этим. Да, действительно, Гея. Во-первых, хочу прокомментировать ваше эмоциональное вступление. Не расстраивайтесь, это классическая форма политиканства. Действительно, идут выборы, поэтому многие и мусорную тему, и наши прямые эфиры, которые кажутся косыми, используют только для предыборной какой-то своей агитации. Так что не заводитесь, все в порядке. Иногда это полезно. Все идет, как и должно идти. Действительно, с 1 января у нас изменилась система обращения с отходами. В апреле прошлого года был проведен конкурс правительства Московской области. И выбраны на разные территории Подмосковья выбраны операторы. Региональные операторы по как раз работе с мусором. У нас победил в этом конкурсе русский региональный оператор. На сегодняшний день мы вместе с жителями крайне недовольны работой этого регионального оператора. И получаем огромное количество негатива в социальных сетях. И даже когда ходим по территориям, ездим по нашим дорогам, все это видно невооруженным глазом. Помимо того, что нам, конечно, рассказывают жители и присылают это еще в онлайн режиме. Мы долгое время очень лояльно относились к вхождению оператора на территорию. Понимая, что это не просто реформа, это настоящая революция. Революция Московской области, один из передовых регионов, который как раз практически стал пилотным по внедрению этой системы. Раздельного сбора мусора и применению таких региональных операторов, которые действительно отвечают за все в этой цепочке. Колоссальная работа нами была проведена за лето, за осень. Мы подготовили все контейнерные площадки, расписали все объемы и дали все цифры для регионального оператора, который должен был к этому времени, к 1 января, к вхождению на территорию, купить необходимую технику, необходимые машины, мусоровозы, баки серого цвета, синего цвета как раз для раздельного сбора мусора. Ну и подготовить офисную структуру, набрать людей, водителей, колд-центр и так далее. Все то, что необходимо для соответствия стандартам, которые прописаны и в соглашении с Министерством экологии, и во всей этой конкурсной документации. Проходит месяц, второй, третий, вот уже три с половиной месяца, как работает компания. Мы еженедельно собираем штабы, выносим проблемные точки, показываем в режиме реального времени либо контейнерные площадки, либо свалки мусора, либо свалки крупноговоритного строительного мусора, несанкционированные навалы и так далее. И разбираем каждую ситуацию, пытаемся помогать. При заключении договоров с мусорообразовательными, так скажем, с коммерческими структурами, помогаем и практически подписали все товарищества СНТ и наших дачников. Сейчас занимаемся ИЖС. Всячески подставляем плечо и оказываем всю возможную помощь. Но, к сожалению, на сегодняшний день графики по вывозу мусора не соблюдается. И как следствие нарушения графиков, понятные навалы около контейнерных площадок, мусор вываливается из существующих баков. И это все видят люди. Нам, соответственно, пишут добродел, пишут и звонят в администрацию. Ничего не остается, как вызывать наше МБУ и своими силами убирать этот мусор. Делаем это за регионального оператора, тратим на это деньги нецелевым образом, потому что это уже не наши полномочия, и все это в контракте у регионального оператора. Даже банально видео мы получаем от жителей, когда видим, что баки вытряхивают мусоровоз, разлетается вокруг мусора при этой процедуре, и никому не приходит в голову, ни водитель, ни соответствующему персоналу, который помогает это делать, убрать мусор, который вывалился из бака. Настоящее свинство такое. Это происходит изо дня в день. Понятно, что не на всех площадках, но это происходит, и это попадает в социальные сети, и, конечно, раздражает наших жителей. Я уже сказал о том, что принята двухконтейнерная система. У нас синие и серые баки, синие для раздельного мусора, там, где у нас чистый мусор, пластик, стекло, металл. И мусор, который не сортированный, грязный мусор, так называемый, где вот как раз пищевые отходы и все, что подвержено продуктам гниения. Так вот, серые баки необходимо вывозить, ну, как минимум, один раз в два дня, потому что это продукты гниения, и если этот бак будет переваливаться, переполняться и создавать вокруг себя свалку, то дальше появляются антисанитарные условия, крысы, различные животные, собаки и так далее. Этого допускать категорически нельзя. Однако это происходит. Все наши требования, все наши письма и ругань ежедневная или еженедельная на штабах пока никакого результата не дают. Почему нарушается график? Безусловно, нам несложно было вычислить количество машин, которые обслуживают территорию Одинцовского, назовем уже Одинцовского городского округа, потому что Звенигород тоже у нас уже под мониторингом и под контролем, оттуда тоже поступают жалобы. 77 машин для вот такого несанктированного мусора. Это, конечно, мало. Как минимум должно быть 100. Мы до регионального оператора сами заключали договора с подрядчиками, с возщиками, как мы их называли, и, безусловно, понимаем, какое количество машин и в каком объеме необходимо на территории, чтобы не создавать такие проблемы. У нас таких проблем не было. Никто 2000 жалоб не генерил за два месяца на горячую линию, потому что где-то не убирается мусор. Раньше мы это делали качественно. Пытаемся приучить и регионального оператора делать эту работу в соответствии с договорными отношениями. Что касается самих баков, которые должны были установить. Мы считали, что 1 января эти баки будут закуплены, мы их установим. Но пока факт следующий. Синие баки оказались у нас на контейнерных площадках, их 335 установили. По серым пока проблемы. Всего 42% из общего объема, это где-то около 700 баков, 699, если быть точным, из 1675. Соответственно, ждем, когда появятся баки, хотя должны были быть 3 месяца назад. К этому же все готовились. Если баков нет, я правильно понимаю, что если бак есть только одного цвета, они все туда? Во-первых, если бак есть одного цвета, еще он не вывозится по графику, то все в этих бедных синих бачках. На них уже страшно смотреть, потому что для чистого мусора туда попадает все на свете. Потому что второго бака нет. Либо остаются где-то старые наши ржавые баки, потому что другого варианта нет. Либо мы просим доставить бункер для того, чтобы люди складывали мусор в бункер 8-кубовый. По бункерам тоже отдельная история. Поставили 26, а мы заказывали 141. В первую очередь, что идет в бункер, это крупногабаритный строительный мусор. Если нет бункера, и по каким-то причинам его не привез региональный оператор, значит все это сваливается опять около контейнерной площадки, там бывают навалы высотой с двухэтажный дом. Опять проблема. Опять не понимаем, почему нет бункера, и почему его не привезли вовремя. И вот так день за днем, шаг за шагом, конечно, есть какие-то изменения, но не настолько очевидные, чтобы жители, которые сегодня платят за вывоз мусора, платят больше, чем было в квитанциях раньше, сказали, да, работа выполняется качественно. Мы довольны революцией, реформа движется, шишки вы набиваете, но все идет правильным путем, скоро это закончится. Пока такого ощущения нет. Поэтому терпение в этой части у нас, честно говоря, закончилось, и мы начинаем претензионную работу, довольно активно включились наши юристы, по всем управляющим компаниям, которые заключили договор с региональным оператором, готовятся претензии и исковые заявления в суд. Либо будем штрафовать, ничего так не стимулирует, как наказание рублем, так скажем, как материальные какие-то потери, либо будем ставить вопрос о расторжении договора. Плюс к этому подключился и силовой блок, тоже прокуратура анализирует несоответствие выполняемых услуг, заявленными и в квитанциях, и, соответственно, в той конкурсной документации, в которой победил как раз этот региональный оператор. А там вот зависимость от того, сколько жалоб будет на работу регионального этого оператора, от населения, и потом на результаты его работы, оно будет как-то иметь воздействие какое-то или нет? Или вот претензии идут к вам, люди же привыкли, что этим должна заниматься администрация. Не все сейчас понимают, люди, что как-то поменялось, кто за что сейчас отвечает. Да, действительно, согласен, люди не понимают, и мы не отказываем людям ни в общении, ни, соответственно, не устраняемся при наведении порядка, и также будем стимулировать региональные операторы, потому что считаем, что это в том числе и наша первоочередная задача настроить эту работу так, чтобы всех все устраивало. Количество обращений, безусловно, ни в каком договоре не прописано, мы об этом сигнализируем вышестоящему руководству и в правительство области, и также общаемся с русским региональным оператором, с руководителями, с акционерами, показываем, что при всех ваших презентациях, отчетах и такой отчасти вялой позиции, пассивной на многие наши просьбы и требования, вот факт налицо, вот горячая линия, вот вопросы, которые традиционно задают люди, вот жалобы, вот доброделы, вот социальные сети, вот фотографии, все это практически в режиме выстреливает от нас в качестве официальной претензии для вот разбора полетов. Но понятно, что де-юре, это, конечно, недовольство жителей нигде в договоре не стоит. Мало того, договора у нас с управляющими компаниями, с мусорообразователями, допустим, какой-нибудь магазин «Магнит», который заключил договор с русским оператором в недоумении, когда там два или три дня контейнерная площадка около «Магнита» с навалом мусора, почему ее не вывозят, ну и так далее. То есть это все, конечно, в первую очередь связано с отсутствием достаточного количества мусоровозов. Как только их количество увеличится, соответственно, будет выстраиваться график, наверное, наведут порядок с подрядчиком, который сейчас занимает большую часть объема вывозит мусора. Я видел в социальных сетях, в том числе федеральных, прозвучала где-то информация, что вот такой активный глава района впихнул свою муниципальную компанию русскому региональному оператору, и поэтому он вдруг стал проваливаться. Так вот это не так. Мы работаем с нашей акционеркой КХИБ, коммунальное хозяйство и благоустройство, только на части Одинцова, а на всей остальной территории, где в основном эти свалки происходят, работает подрядная организация самого регионального оператора ЭКО-Лайф, и там какие-то постоянные проблемы. Но нам невозможно бесконечно и слушать, и рассказывать жителям о проблемах. Выиграли конкурс, было время подготовиться вместе с нами, где мы подставляли плечо по полной, что называется. Вы получаете деньги, будьте добры исполнять услугу качественную, раз за это вам платят. Я уже не говорю о том, что нашим подрядчикам уже долг более 45 миллионов рублей. Тоже не рассчитывается. Ну вот мы начали уже отвечать на этот вопрос, но все-таки давайте уточним, насколько сейчас эта реформа для людей вообще понятна. есть какая-то работа, которая ведется со стороны администрации, со стороны района, в разъяснении того, что происходит, как, зачем должно быть? Вы знаете, парадоксально, но наши жители хотят, понимают, умеют, и, безусловно, есть желание разделять мусор. Этой работой мы занимались все лето, все осень, и через наши информационные стенды, на подъездах, защищенка во дворах, которые стоят, постоянные публикации в Одинцовской неделе, в новых рубежах, постоянные сюжеты и ролики на телеканале 360, на ОТВ, в том числе с региональным оператором, проводили огромное количество встреч и здесь, в стенах администрации, и выезжая на территорию, и в деревни, и в наши администрации поселений, и в домокультурах, в которых мы собирали жители. Более, по-моему, 40 встреч вот таких больших мы провели на всей территории района вместе с представителями регионального оператора, плюс была еще большая пресс-конференция. Эту работу и дальше проводим, постоянно появляется какой-то материал, либо в критический, где мы раскладываем, разбираем проблемы, из-за которых страдают жители, где мусор не выводится, либо мы опять рассказываем, что такое раздельный сбор, какие продукты должны попадать, в каких мешках, куда и так далее. У жителей, как ни странно, ответственность значительно выше, чем у регионального оператора. Они психологически и более оказались ответственными, и более предрасположенными, что ли, для реформы. Обидно, когда хорошее начинание, правильное, нужное, я бы сказал, необходимое, жизненно необходимое. Мы должны в эту сторону двигаться. Много говорим сейчас, в том числе я у себя на радиостанции встречался с сотрудниками министерства, Минприроды, у нас должна быть встреча и с министром, в том числе. И, конечно, это для многих задача номер один. И когда начинается это движение в правильную сторону, очень обидно, когда кто-то в цепочке делает так, что люди могут просто разочароваться. Не хотелось бы этого. Немножко о другом хочу сейчас спросить. Если смотреть на вопросы, которые в социальных сетях обсуждаются, задаются и так далее, которые касаются вывоза мусора, там про льготы очень много. Люди спрашивают, пишут, пока не могут, видимо, разобраться. В квитанциях, вы уже говорили, ЖКУ, там появилась отдельная строчка о вывозе мусора. Есть категории граждан, которые получают льготу по этой строке? Да, вы знаете, эта тема звучит практически на каждой встрече, когда мы выезжаем в поселение, поэтому продолжаем информировать через наше печатное издание, через газету, в том числе «Одинцовская неделя», делаем большие развороты и комментируем то, как можно получить льготы, какие категории и какого размера льготы. Могу проговорить сегодня в эфире следующее, что льгота по вывозу мусора в размере 30% предоставляется неработающим пенсионерам моложе 70 лет. Пенсионерам и людям в возрасте от 70 до 80 лет эта льгота превращается в 50%. Всем, кто старше 80 лет, вывоз мусора на территории Московской области он бесплатный. За это платит государство. Хочу сказать и обратить внимание на то, что у нас все льготы в Подмосковье монетизированы. То есть платежку увидят точно такую же, как она и выставляется любому другому человеку, не претендующему на льготы, а потом будет произведено возмещение. Либо на кредитную карточку, либо, если мы говорим про пенсионеров, то они получат вместе с почтальоном, который принесет пенсию и также принесет еще возврат денежных средств за вывоз мусора согласно возрастной категории и размеру этой льготы. Также 50% льготы могут воспользоваться еще иные категории, такие как ветераны войны, ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, многодетные, почетные жители Московской области. Всем этим категориям доноры, всем этим категориям тоже предоставляется компенсация в размере 50%. Есть еще одна категория малоимущие. Если совокупный платеж по коммунальным услугам больше, чем 22% от общего дохода семьи, то тоже предлагается здесь этим семьям компенсация. Хочу напомнить, что у нас по компенсациям, по льготам везде заявительный характер, поэтому эти заявления можно сделать и в офисе МФЦ, либо на портале государственных услуг. И после этого будут произведены вот такие вычеты и возмещены денежные средства. Мониторили мы с коллегами социальные сети по тому вопросу, который сегодня обсуждаем. И вот есть у меня три, выделили мы наиболее часто встречающиеся. Первый это вопрос по пятому микрорайону. Здесь спрашивают, будет ли строительство торгового центра здесь. То есть, видимо, с мусором в пятом микрорайоне более-менее навели порядок. Да, действительно, эта тема не сегодняшнего дня. Мы видим активность инициативной группы, которая размещает свои вопросы в социальных сетях и приезжает к нам на приемы. Хочу сказать, что у нас есть четкая дорожная карта, которую мы обсуждаем с жителями. Ну, во-первых, проблема разделяется на две составляющие. Одна проблема, связанная с когда-то переданными в частные руки и коммерческим структурам земельные участки, которые являются придомовой территорией. На этих участках по проекту планировки и по проекту застройки должны были оказаться детские площадки, спортивные объекты, где-то набережная вдоль ручья, где-то парковки. По итогам земельные участки были отмежованы, ушли коммерческим структурам и были, по-русски говоря, распроданы и несколько раз. Сейчас мы имеем на руках уже решение суда, где отменено межевание. Следующая итерация это оспаривание сделок о передаче земельных участков в частную собственность. Это в дорожной карте есть, и мы дальше продолжаем эту системную правовую работу. Что касается строительства самого торгового центра, Минстроем было отозвано в прошлом году разрешение на строительство. С этим застройщик не согласился, оспорил это в судах первой и второй инстанции, получил положительное решение, то есть суды поддержали застройщика о том, что действует разрешение на строительство, но вышестоящая конституционная инстанция это решение отменила и вернула все на рассмотрение в первую инстанцию. На сегодняшний день решение на строительство торгового центра отозвано, его нет. Дальше будем вместе с жителями отстаивать эту позицию и бороться с такой застройкой, которая там действительно перекосит всю инфраструктуру и весь микрорайон и своим объемом, и своим расположением, и тем, что будущий предполагаемый торговый центр буквально впритык размещается к жилому дому, практически стенка в стенку, не оставляя даже пожарного проезда. Вот такой работой мы занимаемся, общаемся с инициативной группой, и, по-моему, завтра на 16 часов мы пригласили для очередной встречи. В этих вопросах, где есть спор между представителями или застройщиками самими непосредственными, или их представителями и жителями, то после таких расширенных встреч, а у нас их было несколько в актовом зале, где мы пытались примирить стороны, где пытались найти консенсус, чтобы уменьшился в объемах торговый центр, привелось какое-то дополнительное благоустройство, мы всячески стараемся две стороны помирить и найти вот это решение Соломонова. Этого не произошло, было масса встреч, но не нашел застройщик ни желания, в моем понимании, ни ничего так скажем дельного для того, чтобы договориться с жителями. В этих ситуациях мы всегда встаем на сторону жителей, мы всегда со стороны тех, кто борется, тех, кто против и точной застройки, и вот такой огульной, как в данном случае по торговому центру. Не отпускают нас далеко от темы все-таки. Спрашивают по поводу рекультивации полигона в часах. Это одна из центральных тем в сфере ЖКХ Одинцовского района. Считается, что ждет этот полигон, начнутся ли работы, когда они начнутся. Мы неимоверными усилиями, для нас это было сложное решение, закрыли полигон ЧСЦ в 2014 году. И в принципе в один момент объявили всем возщикам, перевозчикам и компаниями, которые занимаются мусором, о том, что полигон закрыт, везите в другие территории. Для нас было сложное решение, но в тот момент нас поддержал губернатор Андреевич Воробьев и отдельные слова благодарности за это, потому что впоследствии мы увидели и опыт других территорий, и те события, которые были в последние годы. Ядрово, Кучино и другие полигоны, которые начали фонить и вызвали жестокий, жесткий и общественный резонанс. Мы 27 марта в здании администрации провели совершенно прозрачное открытое публичное слушание, где обсудили вместе с проектировщиками тот проект рекультивации, который предполагается по нашему полигону. Какие-то замечания, какие-то предложения все учли. Считаем, что публичное слушание прошли в положительном ключе и нас жители, которые изъявили желание участвовать, поддержали в этом вопросе. Буквально через неделю проектная организация заходит в экспертизу с проектом рекультивации. Мы с этой работой тоже должны справиться в течение полутора-двух месяцев и на конец года у нас уже в программе стоит конкурсная процедура по отбору подрядчика, который будет заниматься рекультивацией. Рекультивация начнется в 2020 году. Разобьется она на два этапа, технический и биологический. В техническом этапе будет сделана подпорная стенка, по которой мы сможем сделать дорогу для того, чтобы забираться на само тело полигона и на самый верх. Также будет сформирован купол, который закроет полигон от осадков и тем самым мы сократим значительно количество фильтрата, который сейчас попадает на территорию вокруг полигона. Обустроим стоки и создадим очистные сооружения для фильтрата, то есть вообще весь вред, который может потенциально быть от этого полигона и от нашей работы по рекультивации, мы его минимизируем. Также будет установлена система дегазации, по трубам будет газ выводиться, обезвреживаться, а метан будет сжигаться. На эту работу у нас уйдет порядка двух лет. Как только мы закончим с технической частью, перейдем к следующему этапу, от двух до четырех лет он тоже будет продолжаться, это биологический этап, когда мы завезем природный грунт, растительный грунт и будем засаживать полигон травами и соответствующими зелеными насаждениями, которые растут в горах и на холмах и будем поддерживать и культивировать именно зеленые насаждения, траву и различные виды специализированных растений, которые позволят укрепить этот растительный грунт и дальше оставить нам полигон экологически чистым совершенно без вреда и без опасности для жизнедеятельности человека. За 4-6 лет мы получим полностью экологически чистый объект, который можно будет еще использовать и для прогулок, и для какого-то спорта и для различных активностей, потому что это по большому счету будет маленькая гора рекультивированная, обработанная с зелеными насаждениями, дорожками и тропинками. Еще один вопрос, который не касается главной нашей темы сегодня. Садовая 20. Спрашивают, когда снесут то, что там находится? Ух, Садовая 20 это действительно проблемный объект. Мы уже не первый подход делаем к этой так скажем штанге. Уже мы один раз собирались действительно порушить этот объект, который находится без жителей, без людей, уже даже без бомжей, потому что мы всех оттуда разогнали, попытались оградить территорию и периметр закрыть. Но к моменту, как только мы выстроили правовой механизм и нашли силы, в том числе деньги для сноса этого объекта, компания, которая должна была там это все делать и застраивать второй микроюн, попала в банкротство. Теперь этот дом оказался еще и в конкурсной массе. Теперь наложились новые юридические проблемы и сложности, как разрушить дом в аварийном состоянии, не представляющий никакого ни для кого интереса, а только опасность. Но находящийся в конкурсной массе и он там находится с определенной стоимостью. Вот сейчас расшиваем эту проблему с конкурсным управляющим, с нашим правовым отделом. Скорее всего, не хочу быть голословным, но скорее всего мы уже начнем подготовительные работы, как только нам сегодня-завтра юристы дадут отмашку, возможно даже на этой неделе. Начнем огораживать эту строительную площадку забором и стягивать туда строительную технику. Уверен, что наши правовики найдут законное основание для сноса, подчеркиваю, аварийного здания. Объект аварийный, он может быть опасностью для людей и живущих в соседних домах, и те, кто туда может пробраться, особенно дети категории бомжей, которые там бывают, очень часто мы их гоняем. Но дети, мы все знаем, очень активны, им никакие преграды не страшны, поэтому они перелезают через забор и лазят по таким объектам. Очень актуальный вопрос, очень много жалоб, мне все пишут, держим на контроле и пытаемся прям реально свернуть горы. Очень сложный правовой механизм, который потом может повлечь определенные даже уголовные последствия для тех, кто будет заниматься этим демонтажом. В Подмосковье с конца марта стартовал месячник благоустройства, знаю, что вы, слежу за социальными сетями, что каждую субботу вы вместе с жителями Одинцовского района выходите на субботники. Почему субботники важны? Вообще, это вещь, которая из Советского Союза к нам вернулась в какой-то момент, была немного забыта, потом вернулась. Но вот почему субботники важны, наши коллеги спросили у жителей Одинцова, подготовили они небольшой материал, давайте посмотрим, потом поговорим. Чтобы было чисто. Для приучения людей к порядку. Мы все выходим дружно на субботники весной, для того, чтобы помочь коммунальщикам. Мы выходим на субботники с детьми, и это важный педагогический момент. Мы приучаем их к чистоте. Я считаю, что субботники конкретно объединяют людей. Субботники нужны для уборки ближайшей территории, для сплочения всех соседей. Если люди выходят и видят, что мы работаем, тоже некоторые нам присоединяются, помогают. Субботник это уборка территории. Да, и наведение порядка. Субботник это трудовой праздник. Субботник это прекрасная, хорошая традиция. Субботник это труд жителей на общее благо. Субботник это хорошее настроение и чистота в городе. Все-таки хорошо, когда доме чистое, на улице чистое. Чтобы было приятно самим выходить на улицу с семьей, с детьми гулять. Субботник это действительно прекрасный пол встретиться с друзьями, убрать ту территорию, на которой ты живешь. Субботник это прекрасный, замечательный день, когда люди свободные от работы, от учебы, собираются вместе, дружные компании, идут, делают свой город чище. Субботник это пропуждение о зимней спячке. Продолжаем наш разговор с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Андрей Робертович, хорошие такие слова. Действительно, люди откровенны. И очень такие заражены этой идеей по-хорошему. Убирать и делать город чистым. Это замечательно. Действительно, очень позитивные комментарии. Готов присоединиться к каждому высказыванию. И также считаю, что субботник это и объединяющая функция, и наводим порядок и чистоту, и воспитательные функции. Мы даже убираемся вместе с детьми в школах. И видно, как дети активно нам помогают. И тем самым еще и берут пример и со своих родителей, и со нас, чиновников, и со своих педагогов, с которыми они встречаются каждый день. Что могу сказать? Мусор с неба не падает. Если такая реакция у жителей, значит, все понимают, что мусорят сами люди. Значит, людям и нам этот мусор убирать. Все понимают, что растаял снег, и этот мусор обнажился, его столько, что никаким коммунальным службам не убрать его в одночасье. Поэтому здесь нужна помощь. консолидированная функция срабатывает. Действительно, приходят компаниями, семьями, с детьми, с родственниками. Особенно, если хорошая погода, солнышко. Мы стараемся на разных площадках делать музыкальное сопровождение, и полевую кухню выставляем, и чай даем. Это все на свежем воздухе по-особому воспринимается. Я вот меньше двух мисок каши никогда на субботнике не ем. То есть, такой пробуждается аппетит, азарт в чем-то, и вкусно готовят, надо сказать. Поэтому здесь все это как бы в одно целое. Вот такое многообразие эмоций, и у всех, видимо, разная тоже мотивация. Кому-то хочется во дворе, чтобы чистота была, или в парке. Кто-то просто любит гулять в выходной день, еще позаниматься такой физической нагрузкой в выходной день. Мы, чиновники, обязаны, и еще и своим примером показываем, что никто ни в каких кабинетах здесь не отсиживается. Высоких, маленьких, больших, все в строю, все с граблями, с лопатами, с бензопилами. Все работают, и все стараются навести порядок и чистоту в родном Одинцовском районе или в Звенигороде. Что касается субботника и традиции. Прозвучала традиция, от вас прозвучала историческая справка. на каком-то из субботников я это озвучивал и сказал, что действительно сто лет назад появился первый субботник. Это было 12 апреля 1919 года. Тогда еще в молодой советской России первый раз люди вышли весной убирать мусор. Мне даже сложно представить, какой тогда был мусор, и что они там убирали, и что называлось грязью. Я точно знаю, что несли бревно Владимир Ильич Ленин и сотоварищей. Посмотрите, как все изменилось. Сейчас бревна я ношу один, а тогда бы я шел с десяткой или двадцаткой своих соратников и соподвижников. Видимо, еще и у нас физическая подготовка стала лучше, крепче. Как раз к предыдущему разговору о спорте в Одинцовском районе. Мы проводим субботники. Действительно, начали 30 марта с парада коммунальной техники показали, что все наши коммунальные службы готовы, в строю все исправно, более там 115 единиц было задействовано. В тот день был снег, была плохая погода, но тем не менее мы своими силами чиновников и наших бюджетных учреждений порядка 2900 человек смогли организовать и вывезти в этот день тоже на уборку. Смотрим на шестое число. Наш районный субботник 6 апреля уже собрал порядка 10 тысяч человек. То есть к нам, к чиновникам, к системе образования, к системе здравоохранения, культуры присоединились родители, присоединились активные общественники и люди, которые не захотели в этот день отсидеться дома и отсмотреть телевизор, пока все убираются в нашем же дворе. 13 апреля уже 18 тысяч вместе с нами поддерживало нашу генеральную уборку и вышли на огромное количество площадок на нашей территории. В эту субботу будет заключительный, финальный уже общее областной субботник. Мы будем заканчивать месячник чистоты. 135 площадок мы подготовили для дальнейшей уборки. порядка 98 точек будет выдача инвентаря. Центральная площадка в Одинцовском районе это парк имени Ларисы Лазутиной. Только там 23 площадки с различными квестами, с музыкой, с танцами, с полевой кухней, с различной анимацией для детей, для взрослых, для любого возраста. Будет красивая выходного дня программа развлекательная, поэтому это добавит еще очевидно желающих поучаствовать в субботнике. Около 30 площадок подготовлено в Звенигороде, тоже есть центральная в центре города и также Звенигород включился в эту работу по наведению порядка. Очень много в Звенигороде закрытых территорий заборами частного сектора, которые никак не развиваются, но мусор там складывают, поэтому проезжая последний раз по Звенигороду с местной администрацией мы тоже эти точки определили, нужно и там навести порядок. Вот такая работа проводится, она я считаю очень важна и эту традицию мы и дальше будем продолжать. В таком же активном ключе я хочу сегодня пользуясь эфиром, каждый раз об этом говорю, выступая, открывая субботники, хочу еще раз поблагодарить всех наших активных жителей района, моих, мою команду, моих соратников, которые представляют администрации и бюджетные учреждения за вот эту гражданскую позицию, активность и желание навести порядок в собственном доме. Спасибо и всех ждем 20 апреля на наших площадках, увидимся со многими, и депутатский корпус, и главы поселения, и заместители, и коллеги мои все выйдут и будут со своими коллективами заниматься уборкой. Завершая эфир, традиционная рубрика, о чем бы вы хотели спросить главу Одинцовского района, давайте посмотрим. Давайте. Хотелось бы, чтобы на Тройгорке было больше мест для молодежи. На Можайке 129 около дома, вокруг, особенно около детского сада, очень плохо убирается. Мы живем в Усово-Тупике, хотелось бы, чтобы было место, куда дети могли ходить, посещать кружки, заниматься делаем. Очень хочется, чтобы во всех автобусах был вай-фай. Хотелось бы, чтобы в доме 129 Можайское шоссе пандусы были сплошняковые для заезда коляски с ребенком, также для инвалидных кресел. Маршал Крылова, дом 14, разбиты все дороги. Ну вот такие пожелания. Спасибо тоже за активность наших жителей. По дорогам мы уже выходим, подрядчики вышли на ямочный ремонт. Что касается пандусов, это попадает в программу «Доступная среда», соответствующие указания я дам. В Усово-Топике мы планируем, об этом тоже уже говорил, планируем многофункциональный дом культуры, где будут и кружки, и секции, и спорт, и библиотека, и МФЦ. Мы занимаемся, проектируем, надеюсь, что в этом году с проектом закончим, будем строить настоящий объект для притяжения и с деревень нашего населения, и самого Усово-Топика. Что касается мусора, тему мы сегодня подняли, довольно много проблем, нареканий, замечаний. Нам ничего не остается, как штрафовать, наказывать регионального оператора, помогать там, где мы видим, что уже день, два, три, четыре дня просрочкой не возится мусор. Мы, естественно, подхватываем все это своими силами, МБУ, наших управляющих компаний, делаем эту работу за регионального оператора, и дальше будем этим же заниматься, никто ничего не бросает. Все остальные вопросы также будут Дороги мы тоже обсуждали, да, и по поводу дороги. Проблем, безусловно, много. Есть какие-то сезонные вещи, есть проблемы системные. На все, на все есть ответ или дорожная карта. Необходимо время и, конечно, деньги. Время – это важно. На самом деле, перебрали мы сегодня отведенное нам эфирное время, но вопросы важные, поэтому, думаю, нас простят за это. Большое спасибо, Андрей Робертович, Андрей Иванов, глава Одинцовского района в программе «Главная тема». Как всегда, через неделю, я надеюсь, мы вновь встретимся и обсудим столь же важную для горожан, для района тему. Спасибо большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова